Государственный центр тестирования провел брифинг, на котором была предоставлена итоговая информация о проведении тестовых испытаний для абитуриентов-бакалавриата, поступающих в ВУЗы в этом году. Ознакомилась с ней Тамила Икрамова. В этом году вступительные тесты в 60 ВУЗов Узбекистана и их 30 филиалов длились 17 дней, с 29 июля по 15 августа. В них приняло участие более 950 тысяч абитуриентов. Около 25 тысяч человек по разным причинам не смогли принять участие в тестировании. 465 абитуриентов были отстранены от тестовых испытаний за нарушение правил. Согласно данным Государственного центра тестирования, для вступительных испытаний были подготовлены более 180 тысяч тестовых заданий, которые проходили двуступенчатую экспертизу. По предварительным данным самые высокие баллы, это 189 баллов, были зафиксированы по 14 направлениям 11 ВУЗов. Минимальный проходной балл на обучение по государственному гранту составляет 68 баллов. Для лиц с инвалидностью 56,7 балла. Минимальный проходной балл на платное обучение также 56,7 балла. Специалисты отметили, что результаты вступительных испытаний 2019-2020 учебного года, которые должны были быть озвучены 21 августа, то есть сегодня, по определенным причинам будут объявлены в течение двух дней. В этом году, в отличие от предыдущих лет, абитуриентам была предоставлена возможность подать документы сразу в три ВУЗа. Поэтому для нас является важной задачей определить, поступил абитуриент или нет. Работа проводится в 8 этапах. Сегодня ночью или завтра постараемся объявить результаты тестовых испытаний. В ходе брифинга специалисты Государственного центра тестирования отметили, что новая система проведения вступительных тестовых испытаний будет изучаться и совершенствоваться. Субтитры создавал DimaTorzok